Всем привет, с вами Алексей Дмитриев. После обновления игрового движка Unity до версии 5.6.1.f1, возможно и раньше, так как я давно не обновлял свою версию программы, и поэтому столкнулся с этим только сейчас. А что случилось? Во вкладочке Component пропала строчка Image Effects. То есть это те эффекты, которые мы накладываем на камеру, дабы наша игра была красивее. Возможно это какой-то баг, подумал я, и попытался все исправить. Допустим, стандарт ассет, импорт пэкэдж, эффект, да, но эта ситуация не изменила. Тогда мы просто переходим в папку эффект, потом Image Effects, и появляется новый файл Redmi от разработчиков, который нам рекомендует сейчас использовать именно New Post Processing Stack. И ссылочка, можете найти его по ссылочке, вот ссылочка Post Processing. Это получается, открываем окошко Windows, потом Asset Store, и сейчас что-то пока закрадется. В поле поиск вбиваем, соответственно, Post Processing, находим, скачаем и импортируем. Так, закрываю эту вкладочку, теперь я перехожу на свой FPS-контроллер, открываю на нем камеру First Person Characters, дальше, 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 дальше. Дальше у нас компонент, эффект, появляется новый скрипт Post Processing Behavior, решаем его, у нас появляется под ним еще профайл, и пустой он пока что, да. Ну, допустим, дальше Assets, потом Create, Post Processing Profile, вот мы краски его создаем, там любое название, там, не знаю, 3, 3, 3, и теперь у нас в этом файлике он будет отвечать, ну, будет о нем, все эффекты будут в нем, именно в этом файле, в профайле. И дальше, соответственно, мы возвращаемся на FPS-контроллер, и, вот, точнее, на его камеру, да, и вот этот профайл вставляем сюда. Все, теперь у нас на камере можно вешать наши эффекты, открываем 3, 3, 3, и дальше выставляем скваживание, ambient occlusion, motion blur, bloom, ну, и все такие распространенные эффекты. Допустим, что можно такого сделать, это, кстати, картинка из комнаты для моей игры, допустим, что-то можно повесить, скваживание повесил, допустим, вот, метод Fast Approximate, допустим, поставим Pc Texting Quality, мучшее количество скваживания, допустим, добавим ambient occlusion, а, radius 0.2, а sample count, ну, пускай будет height, так понимаю, это больше качества. Что еще можно добавить из распространенного, и такого, что обязательно, как бы, нужно? Наверное, bloom обязательно. Intensity поставлю единичку, чтобы все это стало лучше видно. Меньше, чем Threshold, где-то на 0.7, ну, так, 0.7, ну, да, предвидительно, что-то типа такого, наверное, я думаю, Anti Flicker, что не было каких-то отражений дефектов там, в общем, что все было окей. Color Grating, это Toon Mapping, допустим, Filming, да, вот стало такое вот все темное, Toon Mapper именно, да, сработал. Ну, и, в принципе, я думаю, это все, что нужно для моей камеры, можно запустить. Остальные эффекты вы можете сами по себе настраивать, ну, я думаю, разберетесь, да? Ну, что ж, это все, что я хотел вам рассказать в этом видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, и всего вам хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!